Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Ренат Бакиров. Сегодня в выпуске. В республике резко увеличилось количество изъятого контрафактного алкоголя. Вернутся ли в Татарстан казино? Какие авианаправления стали самыми популярными в Казани? За последние два года ввоз контрафактного алкоголя из Казахстана в Татарстан сократился почти в шесть раз. При этом жители республики стали чаще пить так называемые спиртосодержащие жидкости двойного назначения. Если два года назад чаще всего татарстанская госалкогольинспекция изымала алкогольную продукцию брендов казахстанского производства, то сегодня большую часть занимают как раз-таки жидкости двойного назначения. В этом году выявление казахстанской продукции составляет уже менее 15%. Тем не менее, употребление татарстанцами некачественного алкоголя только выросло. Если в этом году госалкогольинспекция изъяла порядка 110 тысяч литров контрафакта, в прошлом году эта цифра составляла лишь 74 тысячи литров. Сбытом поддельного алкоголя чаще всего занимаются таксисты, а не официальные магазины. При этом, если же говорить об изымаемом госалкогольинспекции контрафакте, то здесь в республике традиционно лидирует Казань. В Казани мы изымаем больше, но это связано и с большим количеством торговых объектов, и с большей площадью нашего города. Много изъятий происходит у нас в набережных челнах, в юго-восточных районах республики, когда на трассах сотрудники полиции задерживают автомобили, в которых не реализуется, но перевозится нелегальный алкоголь. Комитет Госсовета Татарстана по экономике выступил против легализации игорного бизнеса в республике. Так здесь отреагировали на предложение депутата регионального парламента Николая Рыбушкина, который на днях предложил узаконить игорный бизнес для пополнения бюджета. Он уверен, что легализация этой сферы привлечет в Татарстан туристов, а также позволит получать налоги от игровиков, которые сейчас работают подпольно. Но в парламентском комитете по инвестициям, экономике и предпринимательству заявили, что не поддерживают подобные предложения. У меня лично это вызвало недоумение, вот именно вообще постановка такого вопроса, потому что мы с таким трудом уходили от всего этого в свое время. У нас достаточно много факторов здорового экономического роста. Здоровый экономический рост предполагает прежде всего рост совокупной квалификации, готовность работать с новыми технологиями. И есть хорошие перспективы для этого республики. Есть конкретные инвестиционные проекты. И сейчас уже количества квалифицированных не хватает, в принципе, в экономике. Вакансий больше, чем предложений. В этих условиях рост доходов бюджета за счет игорного бизнеса, я всегда полагал, что это нездоровый экономический рост. Это совокупная квалификация все равно будет падать, если это будет разбухать игорный бизнес. Игорный бизнес был ограниченно запрещен в России еще в 2009 году. Игровые заведения тогда было разрешено создавать только в четырех специальных зонах. Изначально в списке фигурировали и татарстанские кампские поляны, но в итоге они в него не вошли. Международный трафик в Казанском аэропорту упал за год на 41%. Хотя воздушные ворота Казани с начала года и обслужили на 4% пассажиров больше, чем в прошлом году. Общий объем пассажиропотока уже составил здесь почти полтора миллиона человек. Но, пишет РБК, рост произошел только за счет внутренних перевозок. Почти год после авиакатастрофы над Синаем в России закрыта одно из самых востребованных курортных направлений – Египет. Полеты по другому популярному направлению в Турцию возобновились лишь недавно. В итоге, по данным аэропорта Казань, все это и привело к сокращению спроса на международные авиаперелеты в Татарстане на 41%. В 2016-м в другие страны вылетало и прилетало в сумме 341 тысяча пассажиров. Среди существенно увеличивших пассажиропоток внутрироссийских направлений – Екатеринбург, Анапа, Сочи, Москва, Симферополь. При этом Казанский аэропорт до 25 марта следующего года включительно переходит на зимнее расписание. Его можно уточнить на сайте воздушной гавани. Это были новости экономики. До встречи.